Как тебе Медуза? Ну да. Ну, в принципе, норм. Ну, я думаю, она уже бафается. Да, она уже бафается. Многие говорили, что Медуза — это один из лучших каунтеров против ТБ. Потому что у ТБ огромное количество иллюзий, и они начинают бить. А тут врывается Медуза, и имеется сплитшот. И сплитшот все эти иллюзии отлично убивает. И плюс мигает. Да, и Stone Gaze, естественно, есть. Там ТРУБЭЙТ начинает тебя бить, вырубаешь Stone Gaze, и ТРУБЭЙТ вынужден убегать. А если, не дай бог, он замерзнет, то... За 7 секунд я уверен, что... Ну, в принципе, Медуза с кем-то еще способна его развалить. Если постарается, хорошо. Ну, кстати, вот, по поводу лейнига тоже не ясно. Потому что битрайдер вообще может быть здесь и хардовым, а Медуза вообще медовая. В принципе, так, ведь сыграли через Медовую Медузу. Да, через Медовую Медузу. Ну, они наверняка сейчас просто наблюдают за тем, что пикает Ньюби. И, в принципе, если Ньюби обнаглеют, ну, например, они возьмут себе двух кэрри, то можно поставить битрайдера в хард, Медузу в мид и тоже немножко понаглеть. Там взять себе еще одного кэрри. Если же у Ньюби будет только один кэрри в виде турблейда, то тут, в принципе, велика вероятность то, что загребят они мид битрайдером, который стоит хорошо. Ну, а в харду возьмут того героя, который будет как-то помогать врываться и заливать под лосо. Осталось десять секунд. Да, вот, либо под лосом, ну, такое. Ну, как-то убить надо. Как-то убить надо за лосо, как бы, вот он тащит кого-нибудь, ну, допустим. Конечно же, есть оракл, который может его остановить, но желательно за лосо героя убивать, потому что я пока вижу шарту демона Медузы и Огрмаг, и, ну, конкретно бурста у них точно не наблюдается. Разве что Огрмага. Ну, если Оганим, да, я плюсую, да, то, что Огрмаг с Оганимом вообще, наверное, один из самых сильных героев доти. По-прежнему считаю, что его нужно уметь реализовать. Вот, надеемся, то, что Винкс, они смогут подобное нам показать, продемонстрировать. Ну, накраски, вот, решили у нас на Юбе, что Медуза будет у нас медовой, и банят с Ларком. Но, в любом случае, замыкающий пик за Винкс, так что у них там очень-очень много времени на обдумывание. Уже, вот, полностью стратегии, и при этом полностью увидя стратегию оппонента. Сейчас интересно посмотреть, чем же ответят у нас ребята из Ньюби, потому что в их случае я вот как бы не хайпил. Я все время говорил, что Никс – это герой номер один. Ну, вот, Никса забанили, теперь Медуза, она чувствует себя посвободнее. Ее довольно-таки тяжело убить, но, в принципе, помимо Никса есть еще некоторые герои, которые отлично заливают. И один из них – это был Инвокер, но Инвокер у нас тоже в бане. Кто остается еще? Алхимик. Вот она и жадность. Нужен срочно керри для Винкс. То есть, вариант номер один – либо мы пойдем в ультимативный пуш, но я не верю, что Бэтрайдер, Шаду Демон и Угармак пропушат. Одна Медуза со своим дэмэджем по товарам не вывезет. И срочно нужен какой-то второй керри, который способен победить и Трудлейда, и Алхимика. Ну и при этом Элдер Титан их будет не убивать. Я даже не знаю, кто это. Если бы не было Элдер Титана, я бы Морфа взял. Да, сегодня был Морф против Элдера. Там равная игра, там 33 минута, преимущество по голде 0, потом бас, файт, и 3 минуты прошло, 15 тысяч преимущество. Я помню, как однажды Артизи просто прыгнул фантомкой на Морфа, в которого вошла иллюзия Элдер Титана. Это был ESL во Франкфурте. И он умер за один удар, потому что 0 армора, дядя, 0 армора. Ну а там суппорт развалили. Морфа, просто керри-зольк на нем катал. Там еще и Слордар был вдобавок, так что у него не то что 0, у него было минус 20 армора. И как-то он жил очень и очень недолго. Ну не знаю, только довольно-таки сложно. Критическая ситуация, критическая ситуация. То есть реально вот такого керри, который действительно победит здесь всех, его по-моему просто нет. Ну решили взять Тинни. Тинни, ну вот Тинни с Огармагом мне нравится. Вот именно под Огармагом он хорош, что там скорость таки дает, а урон у него очень много. Да и Тинни под Бэтрайдера тоже зайдет, потому что Бэтрайдер несет. Нужен бурст, Тинни этот бурст дает. Там как минимум тычку и прокаст несет. Я за ребят сверху. Я за ребят сверху болею. Ты за кого? Я, наверное, за Ньюби. За Ньюби. Да, мы за один тот же коллектив. Да, в принципе, ребята... Есть у нас глоры Винксов, я к ним не отношусь. Ну они просто такие, непредсказуемые. Они то проигрывают всем подряд, напоминают местную команду Alliance, то наоборот начинают побеждать. Сейчас у них, видимо, пошла череда побед. Ну, в самом деле, как бы по сеточке у них было разве проще? То есть, ну, Империя, ну, несложный соперник. И Зэк Юв, которая, ну, как бы тоже это команда такая вот, Тир-2. А все-таки вот у Ньюби были и Реборны, это участники Интернешнл, и LGD, это тоже участники Интернешнл. Так что у них все-таки это посложнее было. Да. Там они справились 2-1, 2-0. Ну, ладно, в принципе, там Реборны, там было отчасти нечестно, вот эти вот. Этих лузы, все дела. Трупы Сиргроу. Ну смотри, они уже, уже начинают довольно-таки хорошо находиться. Разложились эти Чуане. Да. Раскусили. Ну, готовятся. Неплохо. Он как раз-таки вернулся вот прям под ФБшечку. Ну что, давайте смотреть, кто на ком у нас играет. У нас Ньюби. Играют за Радиант. И Кипя играет у нас на Сталкере. Чуань на Элдоре. Хао на Терроре. Му на Алхимике. И Кака на Оракле. И команда Винкс, где Блинк играет за Медузу. Шадоу Кэрри Тинни. Фейд Бьян забирает себе хардового Бэтрайдера. Айсайз, тот самый Айсайз, который когда-то выступил в легендарной команды Бэтбой. Если занял четвертое место на Даке, будет Шадо Демоном. И Инносенс Огрмак. Пытаются лишить руны Алхимика, но не получилось. Вот мы когда комментируем квала, мы подтверждали один такой момент. То, что Элдор Титан это, конечно, очень хороший суппорт, но вначале он очень сильно проседает. Потому что гангать ему тяжело, как минимум нужен левел 2. При этом на линии гонять, учитывая то, что он миличник, тоже не всегда получается. И, как правило, самые сильные коллективы, они на эту слабость давят. Поэтому ребята уже выехали наверх. Дабла в виде Бэтрайдера и Огрмага. Ну, в самом деле, такая довольно-таки сильная линия, получается. О, Огрмак, он вообще очень сильный. Посмотри, просто после мярмора и пошел лить. Девушкин очень жесткий, там 3 с копейками. 3.5, по-моему, на первом левеле. Так что размениваться можно спокойно. Да, единственное, ему нужно завязывать с Игнайтом. Потому что если он накидывает его, то Оракл прекрасно снимает через Фортуна с Энд. И в данном случае лучше всего, ну, максить станчик и просто как-то вот со станчиком, если что, отбиваться. Потому что убивать это, конечно, не так уж и нужно. Потому что вы стоите 2-3, да еще в харде. Но, с другой стороны, вы как минимум просто напрягаете. И 2-3, да еще они. И 2-3, да еще они. Запускает. Ну, алхимик очень хорош против Медузы. Он, конечно, может быть не очень хорош на линии, но он очень хорош по игре. Потому что Медуза, она, как мы знаем, существо, которое не очень любит заканчивать игру. Ей нужно там Скади, Бабочка, Монта, Линка, там, что только и не собирают. А в случае с алхимика, он просто фармит 2-3 раза больше. Ну, если он там одевается через какой-нибудь Радигакторин. Ну, к сожалению, там Тинни стоит на полом фрифарме. И вот интересно, что он будет себе покупать. Ну, скорее всего, Блин, вы будете себе приобретать. Первым айтовом там, Блин, барабаны. А уже потом, скорее всего, какие-то там сабли аганимы и так далее. Курьер подбили неплохо. Пустого, но все же. Да, сейчас пока сверху происходит замес. Выехали. Видят бэтрайдеры, которые стараются улететь. Но неудачно, очень неудачно приземляются на место и забрали. Бэтрайдер поставился. 1-1. Подловили. И наказались за наглость. Ну, кстати, у нас там KPI. Вот обычно, когда пикают Night Stalker, он играет не роль хардлейнера, ну, хардлейнер, который виса ушел, а роль суппорта четвертой позиции. То есть, как бы, из-за этого... Кому получается жадно, но потом вот он получает быстрый левел. Но теперь, как бы, хардлейнера не имеется у команды. У нас есть такой лесник в виде Night Stalker. Да, у него будет левел быстрый, но вот суппорты там так не особо... Сейчас... Выфарливает, что ли? Ну, я думаю, можно его понять. Можно его понять, учитывая то, что он стоит против Shadow, Demon и Tini. Один тебя спрятал, повесил соло-кетчер. Потом Tini дает прокаст, почти сразу бежишь на базу. Ну, и получается то, что ты красный. А тут он стоит в лесу. Он прекрасно понимает то, что алхимика с медузой вряд ли убьешь, поскольку алхимик очень танковый. Ну, и раз уж Shadow, Demon, как мы видим, особо не бегает на центр, то можно позволить эту жадность, и ты начинаешь фармить лес. Если бы был какой-то опасный там мидер, который мог бы, допустим, с тем же шаду демонов забирать, то тогда, возможно, бы приходилось танковать. Но, как мы видим, здесь полная безопасность для алхимика. Ну, кстати, по поводу Винкса, они вот обычно играют агрессивно. То есть, несмотря на то, что в пике имеется Медуза, они вот вполне на 20-й минуте могут там сражаться очень-очень активно, а то и пытаться даже там как-то на Т3 нападать. Ну, это команда, которая... Да, если вот посмотреть по играм, то она прекрасно реализует смоки. Именно когда они идут втроем в четвером агангать. Там снова будет на ФСБ, там еще экипай выходит, в краске первая ночь, и, похоже, реализация ночи хорошая. Неплохо. Первый фраг для сталкера. Да, но я думаю, Батрейдер все, он свое время на этой линии отстоял. Он как бы повпитывал, вроде бы все у него нормально. Двенец крипов он добил, немножечко помешал ТБ. Как мы видим, тень отрывается на 8. И теперь можно пойти фармить леса, потому что уровень есть, стаки тоже есть, и, в принципе, сверху, по-моему, ночью против Найсталкера вообще никак не получится сопротивляться. Ну, все, сталкер пытается там выйти, прочекать стаки, но не дает ему огур. Да, надо наказывать. Пока Батрейдер сладкий. Вообще идеально в этот момент просто пойти в вражеский лес поставить варды. Даже если ты не заверешь эти стаки, ну, как минимум, ты получаешь экспириенс, потому что экспириенс — это параметр номер один, который требует Батрейдера. Нападение на Огра. Но Огра толстый, но все же решили на него нападать. Стоп, но далеко уже ушел. И не получилось. Ну, по крайней мере, от вышки отогнали, и Хау начинает настреливать в форме. Ну, то самое главное — сейчас эти стаки забрать Фейсбиану, потому что там уже слишком много потрачено времени. И... Время еще есть. Ну да, время еще есть. Да, время еще есть. Иллюзия есть, отхиливается фласочкой Хау. Если у них получится пробить эту вышку, учитывая то, что здесь действует один Shadow Demon, то, скорее всего, стаки они отожмут. Но ШД, как же он хорош против Треллбейда, ты посмотри. Казалось бы, сделал иллюзии, просто иллюзии прогоняет всю команду Ньюби. Суппорты вынуждены эритироваться. Ну, все такое было, когда играл Морф против Shadow Demon, а еще и против Элдер Титана сверху. Так, в общем, кидался Disruption, Soulcatcher, и Морф сам себя там убивал очень-очень быстро. Ну да, если он перекачан на фул, то там он еще добавляет бонус-демож, который иллюзии вносит по Морфу, ну и замедляет демона не пуржем, то есть вообще без шансов. Угу. Это было больно. Ну что, зафармили при 100 тысячах, еще и вражеские стаки нашли, потому что Фейсбиану тут, в принципе, все срослось. Вот Бэтрайдер очень грамотно себя позиционирует. Он вообще не залетает наверх, просто разлил огонь, сразу же ушел, продолжал кидать свои стики на пал, и вот сейчас он может поглотиться. Он далеко уже, на поясе. Ну, на самом деле, тут отпускают у нас Ньюби и Медузу, и Тинни. Тинни вообще никто не трогает, у нее там топовый нетворс и топовый левел. Ну и Медуза тоже там стояла в Медуне, у нее уже левел седьмой, ахнулся. В принципе, у нее тоже все весьма-весьма неплохо. Ну, я с тобой согласен, если Шадо Демон уже пришел наверх, и, как мы видим, Тинни стоит снизу один, то можно либо просто пойти с ним подстоять на линии в один на один, то в любом случае больше вынесешь. Или вариант номер два, просто пойдите вообще загангать его. Тоже вариант. Кстати, очень классно дефает вышку. Пошел на Disruption, Soul Catcher, Пахао, он нажигает. Хао у нас без Сандера, его пробиваются. Тех, Пахао очень бой, пошел еще вверху, залетает через танчик. Пахао, Хао погибает. Ну и продолжается погоня. За КК стоп отличный подслипал Фейсбиано, так что КК будет жить. Но, на самом деле, очень классно Винкс и дефает эту вышку. Потому что обычно вышка против террора падает очень быстро, а то тут... Ну, как мы с тобой видим, тут... Вот у дема он невероятную работу исполняет. То есть, помимо того, что он закидывает свои яды издалека, это огромное количество демоджа на такой ранней стадии игры, при этом они еще не дешевые. Ну, всего лишь 40 маны они стоят. Так, след за этим вот этот вот Disruption, который он кидает на ТБ, он слишком сильно, ну, решает в начале. Когда, казалось бы, иллюзию тебя, кинул один раз, и тут уже две люди воюют за твоих союзников. Ну, вообще никак. То есть, я бы на месте Ньюби отказался от пуша. Это прям царь против иллюзионистов. Вот он, царь. Чем сильнее иллюзии, тем сильнее дема. В принципе, я теперь понимаю, почему они не взяли его. Потому что он... Потому что он очень хорош против самого ТБ. Но... Снизу нападили у нас на ФСБ, он пытался поймать KPI, но... Пришли тиммейты и наказали. Вот, и вот то, что мы с тобой говорили. Раз уж у нас в легкой линии кэри стоит один, ну, правда, здесь уже стоит бетрайтер, которому хотят дать нафармить на блинк, раз уж его никто не защищает и шадоу демона находится далеко, то вместо того, чтобы биться лбом об этого шадоу демона, лучше всего пойти и забрать беззащитного кэрия. Вот, нюби пока радует. В уголоке падает Авар, но, правда, вот снова поскали Хау, Хауан стоит по Айсайсу, Айсайсу неприятно, но Хауан сейчас погибать будет, да, это минус, террор. Вышку спушил, но смерть, конечно, это... Тут очень-очень лишняя была для него. Легчайшая для Айсайс Айс, который в соло защищает свои вышки, уже имеет почти шестой уровень. Хауан такого явно не ожидал, и, в принципе, если посмотреть, он его чуть ли не в соло разрывает, ну, а Тинни просто ему приходит и помогает чутка. Ну, кстати, у нас алхимик не актариновый, алхимик у нас через медальку, но он всё же решил 50 армлет. Ну, посмотрим, как он его реализует. Я думаю, весь рухап любит алхимиков, не через актарин. Обожают они наблюдать. Ну да, они обожают наблюдать, когда он собирает, допустим, себе Солар Крест, после Солар Креста идёт какой-нибудь блинк, может быть, Шаду Блайт, чтобы можно было гангать, он бегает там, сеет страх и ужас. Учитывая то, что комбинация через Асид Спрей и Конкэкшн, ну, в начале игра очень сильная, пока армора мало у противника. Кстати, Тинни у нас решил купать себе не Блиндаггер, а Шадоу Блэйд. Есть у него уже Клеймор? Думаю, пойдёт, ему виднее, что собирать. Он решил, что как бы врываться не стоит, как бы есть бэтрайдер, он так будет доставлять цель. В общем-то, вообще очень всегда полезно в команде иметь одного низера. Как бы ты заставляешь покупать дасты, ты заставляешь покупать сентри, ребята просто боятся выйти, ну, а для этого нужно ставить вардики, чтобы можно было жить. И такой Тинни, ну, имеет право на жизнь. Сейчас он будет показывать, в чём сила. Вот у нас Блинк, готов бэтрайдером. Вот, у нас была сегодня уже игра такая, где появился Блинк, а Лассо первое было проведено минутах через 15 после покупки. Ну, примерно, как у нас играли Power Rangers на квалах к пинту. Но здесь Винксы уже готовы кого-то ловить через Лассо. Кто-то Медузу готова брать. Ну, подцепили, кстати, не имеется у неё Стонгейса, так что не вкасывать ультимейт. Ну, под Сливкс на самом деле ультимейт подходит уже и Медуза как-то такая затяжная атака. То есть под Слипли просто подождали, пока тиммейты подтянутся и свои ритежи. В итоге бэтрайдерти не пошёл. То Севел очень неплохо заедает по Ораклу. Оракул таверну вливается у нас Феникс под Слипли. Физиану больно. Физиану под Севел неплохо. Неплохо за сон ещё не тратил. Шадов у нас пока стоит на рейнже. Сейчас рассказ у него отколдается. Можно будет закинуть ещё разок. А его пробивает. Хао у нас без Сандера. Сандер имеется, но не успел кастовать. И Алхимик очень бит. Ему претрусило просто Огром в голову. КПА очень бит. Пытается уйти. Стом подкидывается. По Слипло только двоих. Но Шадов выезжает просто на Бласте в Инвизия за КПА. Тысячка Эвалэнш. До свидания. Трипл хилл для Шадова. Неплохо. Сыграном. Красиво. Всё было реализовано очень красиво. Замечательно. Втанковала Медуза. Я думаю, Ньюби сейчас поняли то, что явно нужно убивать не её миссис там 940 хп, при этом большое количество маны. Ну почти никак. Плюс, я думаю, Хао, ну по-моему он конечно немножко поторопился. Ну то есть так вот пошёл неожиданно вперёд и получил по голове. Лучше всего как-то, ну стараться стоять так, чтобы тебя не забирали за прокаст. Ну и Тинни. Только у нас... Юраторка убивает. Посыпил КК. И ну очень лагает. И всё ещё как он находится под вышкой. Я думаю, он приехал. Он приехал. На кадрах в секунду. Ну на самом деле там оставили его на хайграунде. Феллспроме. Закидывает сюда станчики. Игнайты. Он живёт. Отхилился. Ну и расходятся. Да, конечно. Отлакал его прям под конец. Вот. Ну и Тинни. Тинни тот самый Shadow Blade, который его купил, он по-моему реализовал его на все 100. Потому что Ораклоу он забрал. Ораклоу не позволил спасти своих, например, того же ТБ. Супер крутая комбинация. Его Ultimate плюс Сандер. И сейчас Тинни продолжает сноубалится. Уже имеет 6000. Уже преимущество по XP очень хорошее. 7500 уже имеется. Там совсем недавно у нас был очень маленький уровень Огро. Но вот уже 6500 поднял. Ну и Медуза 11 и Тинни 10. Очень-очень жёстко. Коры поднялись. Тайны Творцы хорошие. 6600 и 6100. Ну, классно. Классно то, что они поставили в харду. Он получает свой экспириенс. Экспириенс для него очень важен. Поэтому, ну, когда вы играете 2-1-2, в общем-то, экспириенс охватает на всех. Ну и сейчас он уже качает свой Владаст. Он, как мы видим, не максит ни Fireblast, ни Ignite. Он намекает то, что Тинни очень скоро будет раздавать. Ну, кстати, вот по поводу Найс сталкерам, которые как бы еще и хардленер, и сталкер, ну, плохо зашел. У него все лишь 1-1-1, когда и для второй ночи это очень слабый показатель. Ну да, я согласен. Найс сталкер очень любит идти убивать где-то людей, которые жательно стоят там по одному, чтобы можно было их убить. Но вот те же Винкс, они показали, как они прекрасно предугадали агрессию от Нюбии, и Найс сталкер вместо того, чтобы убивать людей по одному, вынужден был идти. Бэтрайдер взлетает на КК, готов врываться, врываясь. Мы, например, правильное решение, потому что было бы в Фолл-Кромис. КК-минус и Чуань. Ну, кстати, КК живет пока под Фолл-Кромисом, но вряд ли. Он все отхилит на такой степени. Должен разорваться. Мид досек теперь не появляется у нас у KPI. Ну, в принципе, жил чуть дольше, чем хотели этого Винксы. Если бы убили вот прям до Фолл-Кромиса, возможно бы еще еще не подцепили. Да, ну пока Винкс дает. Пока Винкс давит, не позволяют они Ньюби как-то раскачать своих героев. Вот только-только у нас Элдор Титан идет шестой и имеется у нее ульта. И, в принципе, делают они все правильно, потому что у Ньюби, как мы видим, откидываться издалека тяжело. Все, что имеется, это тучка алхимика, которая любит фармить. Ну и та же иллюзия Элдор Титана. И раз уж вышки забирать тяжело, то имея легкое преимущество, давайте пойдем и его закрепим. Пять тысяч колоды. Слушай, даже таки большие суммы на руках, не на руках, по Нетворсу у коров, то есть 8 и 7 100. И ты смотришь на алхимику, которая там 5 900 и это удивительно, что вот прям так отстал. Ну вот согласись, вот алхимик как бы он есть, он хочет пойти и воевать, но ему нужна, видимо, поддержка. А поддержки пока не имеется. Было бы здорово, если бы они вот прям сейчас вот нажали смоки, правда было бы здорово видеть это вместе с алхимиком, и пошли кого-то забрали. Ну, как вариант. Вот выезжает, но там никого не имеется, но с Хвинсом делать все грамотно. Ну, как минимум сейчас можно резко перейти на Рошана, потому что Рошан есть, минус армор имеется, медаль у алхимика тоже присутствует, ТБ уносит очень много урона с руки, и я думаю то, что Ньюби могут себе позволить ну, сымитировать пуш-пушки, а после этого на Рошана развести. Ну вот правда топингует у нас Минксы, так что они подозревают, чем собираются заниматься у нас Ньюби, и на самом-то деле вот на Рошана там, ну, страшновато. Сейчас, ну, как вылазят, есть уже сабля, пробафали, вылетает Бэтрайдер, в принципе, Медуза, правда, находится только вне тиммейта, вернее, она была на топе, отпушила, тп шла с на вышку, готова уже смещаться, вылетает Бэтрайдер, очень бит Рошан, вылетает Бэтрайдер, Фейзвиан готов, кого-то утаскивает, утаскивает КПА, я подцепил нас террора в ТОС ЭВЛЕШ под Сандембром, сейчас он будет отхиливаться, скорее всего, находится под Флэс Промисом, отхилился, но очень-то больно лопнуло победному террору, это минус 4 у команды Ньюби, и Рошан очень бит и падает в копилочку команды Винкс, и это как-то слишком все просто получилось на самом-то деле Ну, Бэтрайдер хорош, Бэтрайдер умничка, как же он красиво залетел, показал, где находятся все, тут успел разлить огонь, все это начало гореть на 100 кг огромное количество, ну, из Тики Напалм, и, ну, он прям вот царь, царь этой игры, даже несмотря на то, что вот его в начале так жестко убивали Ну да, как раз, как я и говорил, Винкс весьма стандартным то, что Винксы с Медузой на 20 минуте пойдут пушить Т3, и, в принципе, С16, как бы, всего два товара осталось, и сейчас товар в Меду будет падать А это такой герой, ну, то есть, с одной стороны, конечно же, она любит свои артефакты, и многие люди могут пойти, но, с другой стороны, если вдруг преимущество имеется, то она впитывает почти весь прокаст А если в прокаст питал, и ты живой, то, в общем-то, значит, ты себя реализуешь, она, как танк, койт идеально Дамагеры, как мы видим, у нас здесь в основном Тини Кстати, Тини Ну, вот что-то будет, это Хау, и 2 тысячи сабли, и просто минус Как же он его разорвал Просто 2 тысячи сабли, то Севеланж, и минус Да, на месте Хау я бы призадумался о том, чтобы, во-первых, купить себе немножко ХП, может быть, какой-нибудь ультимейт Орп, чтобы, ну, потом Анту соберет, или какой-то Скадис делает Может быть, ПТ включать на силы, потому что бегать с ПТ, ну, на ловкость, это, как мы видим, Тини на радость И Тини пока свой Shadow Blade реализовал на все 100 Просто 6, 0, 3, 17-ая минута Соло убивает Торо Блейда Как вам? Да, неплохо Ну, и, в принципе, вот 2 тысячи на руках Купить себе Аганим, а потом вот в уши Тини такой сабли с Аганимом Его... Ммм... Дизрапшеном Айсайз Как раз таки, создает иллюзии, и в уши это очень жестко смотрится Да, да и, в принципе, очень жестко смотрится то, что у него все время есть мана Например, ну, Аркан Тап, как мы видим, нет ни у кого То есть нужно ему как-то своими способами ее пополнять И за счет сабли он зашел, проказ сдал, отошел от регенился и снова пошел в бой Да, решили у нас в Ньюбе разменять Т2 Тауэр, последний внешний, на Т1 Но, в самом деле, пушат они очень-очень медленно И снова нашли Хао В принципе, даже дефать Тауэр смысла нет, просто идти на Т3 Хао без байбэка 40 секунд В 18-ая минута, Винксы с Медузой готовы идти и пушить уже Т3 Да, и вот этот Угарма, который был взят на второй пик, он пока заходит прекрасно Потому что вышки, ведь он помогает, Блудаст работает прекрасно на своих Вслед за этим Бэтрайдер под скоростями вытаскивает кого-либо И Лайтгейм потенциал тоже приветствуется Кстати, У очень больно, как же его разрывается Это вообще Смейка, но в самом деле его тут почти убили Так вот на халяву, просто Медуза шел там иллюзией, пробивает Му Человек катапульту закидывает сверху Ну, Глифа нет, так что Тауэр потихоньку падает, террор будет через 7 секунд Но не сказать, что прям террор тут поможет чем-то Ну, у него ничего не появилось, он погибал за последние минут 5-4 раза Ну, как минимум ПТ на силу он уже переключает, нужно идти улынить Последний файт Ну, с Том, краски На фарсофе отъехали, но Медуза толстоватая, еще и со Егисом Раскушает колбочку, откинулся в Ленку, очень больно, пошел И аж сплиттер, в принципе, даже не собираюсь, у нас нет куда-то врываться, они просто стоят и потихоньку ломают в сторону Ну и просто там алхимик попутно отваливается просто от сплитшота Медузы Так что, все, минус... минус барак Ну, вообще, как-то я смотрю, да, как смотрю на небе, им нужно обойти То есть, если вот будет стоять Медуза с Айгисом, по-моему, это вообще без вариантов Она будет так стать вечно, да, у нее есть Ленка Но, в лучших традициях, 19-ая минута, Викс заходит на базу с Медузой и ломает ее, чертовой матери Красавцы Да, нормально Вот так вот они начинали, когда были квалы Там была Манила ESL, потом было что-то еще Вот при такой игре говорят, что Винкс, они могут остановить кого угодно, но... Как-то...